Все эпизоды от шумевшего сезона оказались заслуживающими внимания. С каждой минуты сериал становился всё напряжённее и напряжённее. И такой накал держался до самого окончания. Финал также порадовал зрелищностью. Сейчас же всех поклонников сериала интересует только один вопрос. Когда же будет продолжение? В случае с другими популярными сериалами, вероятность продолжения никогда не списывалась со счетов, даже если создатели говорили иное. Тем не менее, создатели ещё не анонсировали продолжение. Премьера может состояться уже после съёмок новых эпизодов. На данный момент времени каких-либо новостей об этом, к сожалению, нет. Свежие трейлеры нового сезона начнут выходить только после анонсированной даты. Но сейчас никакой информации об этом не зафиксировано. Безусловно, все мы очень хотим увидеть продолжение. И как только появится любая информация, которая подтвердит возможность нового сезона, мы сообщим об этом на нашем канале. Не секрет, что даже лучшие актёры и актрисы допускают ошибки во время съёмок. Иногда они забывают свои реплики, или их костюмы рвутся, или они просто спотыкаются и падают. И когда эти ошибки случаются, они могут создать одни из самых запоминающихся и весёлых моментов в истории кинематографа. Это неожиданные моменты веселья, которые заставляют нас любить наши любимые фильмы и сериалы ещё больше. От пропущенных строк до спотыкания о реквизиты. Ляпы могут варьироваться от незначительных неудач до полномасштабных катастроф. Но почему же мы их так любим? Возможно, это потому, что ляпы очеловечивают наших любимых актёров и актрис. Они напоминают нам о том, что даже самые талантливые и самые безупречные исполнители всё ещё подвержены ошибкам. И давайте смотреть правде в глаза. Видеть, как они смеются, ругаются, может быть совершенно милым. Но ляпы – это не просто развлечение для зрителей. Они также являются ценным инструментом для кинематографистов. Изучая ошибки, возникающие во время съёмок, режиссёры и монтажёры могут определить области, в которых можно сделать улучшение. А в некоторых случаях ляпы могут даже вдохновить на создание новых сцен или диалогов, которые войдут в окончательный вариант. Конечно, не все ляпы попадают в финальную версию. Некоторые из них просто слишком смущают или неуместны, чтобы их включать. Но теперь многие ляпы, которые когда-то были спрятаны в глубинах студийных архивов, легко доступны для всех желающих. Несмотря на бесчисленные исследования, опросы и алгоритмы, используемые для анализа потребительского поведения, предсказание успеха в индустрии развлечений – это, как известно, сложная задача. Но есть и хорошие новости. Мы можем делать обоснованные предположения, основываясь на определенных факторах, которые исторически были связаны с успехом. Например, известные актёры или режиссёры, связанные с проектом, часто привлекают внимание и волнение публики. Сильная маркетинговая кампания также может вызвать ажиотаж и ожидание. Ещё одним фактором является жанр постановки. Определённые жанры, такие как боевик, комедия и драма, имеют широкую привлекательность и, как правило, хорошо себя зарекомендовали. Однако даже в рамках этих жанров успех может быть разным. Например, романтическая комедия может стать хитом, а боевик может провалиться. Также стоит учитывать нынешний культурный климат. Постановки, затрагивающие актуальные социальные или политические вопросы, часто вызывают разговоры и вызывают интерес. Конечно, из каждого правила есть исключения. Некоторые постановки с громкими именами, масштабными маркетинговыми кампаниями и популярными жанрами по-прежнему проваливаются в прокате или не привлекают внимания зрителей. А иногда производство без громких имён, небольшого маркетинга и малопопулярного жанра может стать неожиданным хитом. Однако стоит отметить, что рост стриминг-сервисов добавил новый уровень сложности к прогнозированию успеха. Эти сервисы полагаются на аналитику, основанную на данных, для принятия решений о том, какой контент производить или приобретать. Анализируя данные о просмотрах и поведении пользователей, они могут определить закономерности и тенденции, которые могут указывать на то, что интересует аудиторию. Когда мы смотрим фильм или сериал, мы переносимся в другой мир, разворачивающийся перед нами. Но задумывались ли вы когда-нибудь, сколько дублей нужно, чтобы сделать сцену идеальной? Ответ может вас удивить. Создание фильма – сложный процесс, в котором участвует команда профессионалов, работающих вместе, чтобы воплотить историю в жизнь. Все, от режиссёра до актёров и съёмочной группы, играют жизненно важную роль в обеспечении идеального качества каждого кадра. А иногда это означает делать несколько дублей. Количество дублей, необходимых для сцены, может варьироваться в зависимости от множества факторов. Например, если сцена включает сложную хореографию или трюки, может потребоваться больше дублей, чтобы убедиться, что все в безопасности, а действие выглядит реалистично. Точно так же, если сцена требует от актёров большой эмоциональной глубины, им может потребоваться сделать несколько дублей, чтобы попасть в правильное пространство и показать игру, которую ищет режиссёр. Но даже, казалось бы, простые сцены могут потребовать нескольких дублей. Например, сцена, в которой два персонажа сидят за столом и разговаривают, может показаться простой. Но нужно учитывать множество переменных. Подходит ли освещение? С правильным ли тоном и эмоциями актёры произносят свои реплики? Улавливает ли угол камеры нужные моменты? Все эти факторы могут повлиять на количество дублей, необходимые для получения идеального снимка. И хотя для некоторых сцен может потребоваться всего несколько дублей, для других могут потребоваться десятки или даже сотни. Всё зависит от режиссёрского видения сцены и уровня совершенства, к которому они стремятся. Фильмы и сериалы являются одними из самых популярных форм развлечения во всём мире. И не секрет, что их часто необходимо адаптировать для других языков, чтобы охватить более широкую аудиторию. Во-первых, процесс адаптации фильма или сериала на другой язык требует большего, чем простой перевод сценария. Переводчики должны учитывать культурные нюансы и различия, идиомы, разговорные выражения и даже шутки, которые могут плохо переводиться. Это означает, что при переводе должна быть проделана большая творческая работа, чтобы гарантировать, что юмор, эмоции и общее воздействие оригинального контента будут переданы наилучшим образом. Одним из распространённых подходов к адаптации является дублирование голоса, которое включает замену исходной звуковой дорожки на новую. В этом случае новая звуковая дорожка записывается актёрами озвучивания. Дублирование может быть сложной задачей, поскольку актёры озвучивания должны не только передавать эмоции оригинальных актёров, но также соответствовать тону и темпу оригинального звука. Требуется отличное владение целевым языком, а также актёрское мастерство, чтобы дублированная версия звучала максимально естественно. Другой подход – это субтитры, при которых письменный перевод исходного звука отображается внизу экрана. Субтитры популярны во многих странах и позволяют зрителям наслаждаться оригинальным звуком и игрой актёров. Однако субтитры также требуют пристального внимания к деталям, поскольку текст должен быть правильно синхронизирован с действием на экране и не отвлекать внимание зрителя от визуальных эффектов. Хотя могут быть внесены некоторые изменения в сценарий, цель всегда состоит в том, чтобы оставаться как можно более верным оригиналу, но при этом доставлять удовольствие целевой аудитории. Но когда всё сделано правильно, это может предоставить зрителям увлекательный и интересный опыт, независимо от их языка или культуры. Более того, процесс адаптации фильмов и сериалов на другие языки становится всё более важным, по мере расширения мировой индустрии развлечений. С появлением стриминговых сервисов и возможностью охватить аудиторию по всему миру, создатели и распространители контента должны сделать так, чтобы их контент был доступен как можно большему количеству людей. Всё это привело к увеличению спроса на высококачественные переводы и адаптации, что создаёт новый рынок для лингвистов и студий. Адаптация фильмов и сериалов на другие языки – сложный и ответственный процесс, который включает в себя гораздо больше, чем простой перевод сценария. Требуется творческий подход, культурная чуткость и глубокое понимание целевой аудитории, чтобы сохранить суть исходного материала и при этом сделать его интересным для местной аудитории. С продолжающимся ростом мировой индустрии развлечений, спрос на высококачественные адаптации и переводы в будущем будет только расти, что делает его захватывающим. В последние годы в индустрии развлечений наблюдается замечательная тенденция переделывать классические фильмы и сериалы. Ремейки – от любимых детских фильмов до культовой классики – в наши дни кажутся повсюду. Этот всплеск ремейков вызвал споры как среди зрителей, так и среди критиков, одни хвалят новые интерпретации, а другие критикуют их как ленивые попытки нажиться на ностальгии. Итак, что движет этой тенденцией? Одним из факторов, несомненно, является сила ностальгии. У всех нас есть воспоминания о просмотре определенных фильмов или сериалов с семьей и друзьями, и возможность вернуться к этим воспоминаниям может быть неотразимой. Ремейки позволяют нам пережить этот опыт, наслаждаясь современными ценностями и обновленными сюжетными линиями. Но одна только ностальгия не может объяснить широкую популярность ремейков. Еще одна причина их популярности – то, как они могут вдохнуть новую жизнь в знакомые истории. Отличный ремейк может взять любимую классику и сделать ее свежей и актуальной для нового поколения. Обновляя обстановку, персонажей или темы, ремейк может использовать текущие культурные тенденции и общаться с более молодыми зрителями. Конечно, не все ремейки одинаковы. Некоторые из них плохо выполнены и не могут передать магию оригинала. Лучшие ремейки обеспечивают баланс между уважением к исходному материалу и привнесением чего-то нового. Недавний всплеск ремейков – сложное явление, которое говорит о нашей ностальгии, нашем желании по-новому взглянуть на знакомые истории. Любите вы их или ненавидите, ремейки никуда не денутся. И будет интересно посмотреть, как они будут развиваться в ближайшие годы. Киноиндустрия – это бурлящий улей, в котором бесчисленное количество людей неустанно трудятся за кулисами, чтобы воплотить истории в жизнь на большом экране. Это масштабные мероприятия, и для того, чтобы все прошло гладко, необходима огромная команда людей. Но что именно входит в производство фильма и сериала. Съемочная группа состоит из множества отделов, у каждого из которых есть свои специфические задачи и обязанности. От постановочного дизайна до костюмов и грима, от кинематографии до звукового дизайна. Существует бесчисленное множество элементов, о которых необходимо позаботиться, чтобы создать успешный фильм. И в каждом отделе есть своя команда квалифицированных специалистов, работающих в унисон, чтобы воплотить замысел директора в реальность. Это немного похоже на хорошо смазанную машину, где каждая отдельная часть работает в гармонии с другими. Но дело не только в том, что каждый занимается своим делом, ключевое значение имеет общение. Каждый отдел должен быть в постоянном контакте друг с другом, чтобы все было слажено и работало для достижения одной цели. И не только разные отделы должны быть синхронизированы. Режиссер и продюсер также должны тесно сотрудничать, чтобы фильм или сериал не сбивались с пути и соответствовали их видению. Между съемочными группами существует настоящее чувство товарищества. С долгим рабочим днем и сжатыми сроками важно, чтобы все могли положиться друг на друга и работать вместе как одна команда. И с приливом адреналина, который приходит с волнением от создания чего-то особенного. Нередко можно увидеть улыбки на лицах всех, даже после изнурительного дня на съемочной площадке. Не только актеры оживляют фильм или сериал, но и армия опытных профессионалов, работающих за кулисами. Каждый из которых вносит свой вклад в создание чего-то действительно особенного. Но с правильной командой и правильным отношением все возможно. И давайте не будем забывать о бесчисленных часах подготовки к съемкам фильма еще до того, как будет включена хотя бы одна камера. От написания сценария до кастинга, от поиска локации до создания раскадровки. Этап подготовки также важен, как и сама съемка. В конце концов, успешный фильм – это результат бесчисленных часов напряженной работы и самоотверженности огромной команды людей. От стадии подготовки к финальному редактированию каждый отдел должен работать вместе, чтобы создать что-то действительно особенное. И хотя это не всегда легко, конечный результат того стоит. Представьте, что вы сидите в темном кинотеатре и смотрите последний блокбастер на большом экране. Вы полностью погружаетесь в историю, окружены видами и звуками фильма, чувствуя, что находитесь прямо в центре событий. Теперь возьмите все это и умножьте его на 100. В этом сила виртуальной реальности. Технология виртуальной реальности уже оказала значительное влияние на индустрию развлечений. Благодаря виртуальной реальности вы можете участвовать в играх, на концертах и даже путешествовать в отдаленные локации, даже не покидая своей гостиной. А как же кино? Как виртуальная реальность может изменить то, как мы смотрим фильмы и сериалы? Виртуальная реальность может предложить полное погружение, когда вы больше не просто смотрите фильм, вы внутри него. С помощью гарнитуры вы можете осматривать все вокруг, взаимодействовать с персонажами и даже исследовать окружающую среду. Представьте, что вы смотрите фильм, где вы можете повернуть голову и увидеть акулу или динозавра, плавающего прямо рядом с вами. Это совершенно другое впечатление от просмотра на плоском экране. Во-вторых, виртуальная реальность может предложить уровень интерактивности, недоступный традиционному кино. Вы можете выбрать свой собственный путь по сюжету. Вы сможете проследить путь одного персонажа или исследовать разные части мира фильма. Это обеспечит бесконечные возможности при каждом просмотре. Наконец, виртуальная реальность может предложить кинематографистам новый уровень творчества. Они могут создавать фильмы, специально предназначенные для виртуальной реальности, где зритель является активным участником истории. Однако есть некоторые проблемы, которые необходимо решить, прежде чем виртуальная реальность станет основной технологией в кино. Одним из самых больших препятствий является стоимость. Шлемы виртуальной реальности могут быть дорогими, и не каждый может позволить себе инвестировать в новейшие технологии. Несмотря на эти проблемы, потенциальные преимущества виртуальной реальности в кино слишком значительны, чтобы их игнорировать. Виртуальная реальность уже доказала свою ценность в других отраслях, и это лишь вопрос времени. Когда она станет одним из основных продуктов в мире кино? В будущем мы можем увидеть появление кинотеатров виртуальной реальности по всему миру, предлагающих кинозрителям совершенно новый и захватывающий способ посмотреть свои любимые фильмы. Кинематографисты получат возможность создавать иммерсивные, интерактивные и персонализированные фильмы, которые заставят зрителей возвращаться снова и снова. Будущее кино захватывающее, и виртуальная реальность, несомненно, будет его важной частью. Представьте себе, вы месяцами ждали, чтобы посмотреть последний блокбастер, которым все восторгаются. Вам удалось избежать всех трейлеров, тизеров и новостных статей об этом, просто чтобы вы могли испытать волнение и напряжение на себе. Наконец наступает день, и вы направляетесь в кинотеатр с желая увидеть, из-за чего вся эта суета. Но затем вы слышите, как кто-то громко обсуждает повороты сюжета и концовку фильма. Ваше сердце замирает, когда вы понимаете, что сюрприз для вас полностью испорчен. Вы можете чувствовать гнев, разочарование или даже лишиться тех впечатлений, которых так ждали. Но почему спойлеры так негативно сказываются на зрителях? Ответ заключается в нашей естественной склонности к неизвестности и удивлению. Нам, людям, нравится чувствовать, что мы не знаем, что произойдет дальше. И нам нравится, когда нас держат в напряжении. Когда спойлер раскрывает ключевые моменты или повороты сюжета, он убирает этот элемент неожиданности. И впечатления от просмотра перестают быть такими приятными. На самом деле, некоторые исследования показали, что спойлеры действительно могут улучшить впечатления от просмотра для определенных людей. Например, некоторые зрители могут предпочесть узнать, что будет происходить в фильме или в сериале до того, как они его посмотрят, чтобы больше сосредоточиться на деталях и тонкостях сюжета. Однако это личное предпочтение, а не решение, которое работает для всех. Фильмы и сериалы всегда были мощным средством повествования и развлечения. Но помимо своей основной цели, они также могут влиять на поведение, мнение и образ жизни зрителей в разных частях мира. От формирования политических взглядов до установления модных тенденций. Кино могут влиять на нашу жизнь множеством способов. Одним из наиболее важных способов влияния фильмов и сериалов на зрителей является создание культурных икон и героев. Эти персонажи становятся образцами для подражания для зрителей, формируя их ценности и отношения к различным аспектам жизни. Еще один способ, которым кино влияет на зрителей, это формирование их восприятия мира. Программы новостей и текущих событий могут влиять на общественное мнение по различным вопросам, от политических идеологий до социальных движений. Точно так же вымышленные фильмы и сериалы могут создавать стереотипы и предрассудки, которые могут влиять на то, как зрители воспринимают разные культуры и расы. Влияние культурных икон и героев выходит за рамки развлечения и может иметь последствия в реальном мире. Например, представление различных культур, рас и полов на экране может влиять на отношение общества к этим группам. Позитивное представление может бросить вызов стереотипам и способствовать сочувствию, в то время как отрицательное может увековечить вредные предубеждения и дискриминацию. Кроме того, культурные иконы и герои также могут влиять на поведение потребителей, особенно в индустрии моды и красоты. Например, популярность определенной прически, предмета одежды или макияжа на экране может привести к увеличению продаж этих продуктов. Точно так же изображение определенных образов жизни и ценностей на экране может повлиять на потребительский выбор. Например, на решение вести вегетарианский или веганский образ жизни. Снять фильм – немалый подвиг. От написания сценария до кастинга каждый шаг требует усилий, и, конечно же, денег. А как мы все знаем, чем больше фильм, тем больше бюджет. Но с появлением инди-фильмов и демократизацией кинооборудования, возможно ли удешевлять фильмы без ущерба для качества. Давайте взглянем на некоторые расходы, связанные с созданием фильма. Прежде всего, это цена таланта. Знаменитые актеры и режиссеры обходятся недешево, и их зарплата может составлять значительную часть бюджета. Затем идут затраты на производство. Костюмы, декорации, спецэффекты и так далее. И давайте не будем забывать о затратах на маркетинг, которые легко могут исчисляться миллионами долларов. Но, возможно, самым большим изменением в удешевлении фильмов стало развитие цифровых технологий. С появлением доступных цифровых камер и программного обеспечения для монтажа, кинематографистам больше не нужно полагаться на дорогую кинопленку или оборудование для постпродакшна. Это открыло совершенно новый мир возможностей для независимых кинематографистов, которые теперь могут снимать высококачественные фильмы с относительно небольшими бюджетами. Конечно, всегда будут высокобюджетные блокбастеры, на создание которых уходят миллионы долларов. Но демократизация кинопроизводства привела к появлению нового поколения кинематографистов, которые используют творческий подход и находчивость для создания фильмов. Столь же убедительных, если не более привлекательных, чем их высокобюджетные аналоги. Более того, удешевление фильмов не обязательно означает жертвование художественным видением. На самом деле, ограниченный бюджет может заставить кинематографистов быть более креативными и мыслить нестандартно. Они могут исследовать нетрадиционные методы повествования, использовать практические эффекты вместо дорогой компьютерной графики и полагаться на звуковой дизайн для создания атмосферы вместо дорогих декораций. Это может привести к созданию более оригинальных и запоминающихся фильмов, поскольку они выделяются из толпы высокобюджетных блокбастеров. Голливудские студии, как правило, перестраховываются и придерживаются проверенных формул, поскольку они не хотят вкладывать миллионы долларов в непроверенные концепции. Но независимые кинематографисты могут позволить себе рискнуть и раздвинуть границы киноиндустрии. Это может привести к новаторским фильмам, которые бросают вызов нашим предположениям и расширяют наши горизонты. Режиссеры – невоспетые герои киноиндустрии. Это провидцы, которые воплощают истории в жизнь, превращая слова на странице в увлекательные изображения на большом экране. Но за блеском и гламуром Голливуда скрывается целый мир проблем и препятствий, с которыми приходится сталкиваться режиссёром во время съёмок. Одна из самых больших трудностей, с которыми сталкиваются режиссёры – управление эго-актеров. Некоторым актёрам требуется особое отношение или предъявляются особые требования, которые может быть сложно удовлетворить. Управление этими личностями требует тонкого баланса дипломатии и такта, а также сильных лидерских качеств. Ещё одна проблема связана с непредсказуемым характером кинопроизводства. Независимо от того, сколько планирования и подготовки уходит на проект, в любой момент могут возникнуть неожиданные препятствия. Погода может измениться, оборудование может выйти из строя, могут произойти несчастные случаи. Режиссёры должны уметь думать на ходу и придумывать творческие решения, чтобы производство продвигалось вперёд. Время – ещё один враг, с которым режиссёры должны бороться. Графики съёмок часто и всегда есть необходимость не сбиться с пути и не выходить за рамки бюджета. Это означает, что режиссёры должны эффективно распоряжаться своим временем, принимать быстрые решения и внимательно следить за временем. Техническая сторона кинопроизводства также может представлять трудности для режиссёров. Они должны тесно сотрудничать с оператором, чтобы добиться желаемого внешнего вида фильма. Это требует глубокого понимания, какие нужны ракурсы, освещения и других технических аспектов кинопроизводства. Наконец, режиссёры должны также управлять ожиданиями производителей, инвесторов и других заинтересованных сторон. Они должны сбалансировать творческое видение фильма с коммерческими реалиями индустрии. Это означает принятие трудных решений и компромиссов, которые могут повлиять на конечный продукт. Несмотря на эти проблемы, награды кинопроизводства неизмеримы. Для режиссёров возможность воплотить своё творческое видение в жизнь – это сбывшаяся мечта. А для зрителей возможность ощутить магию кино – это незабываемое впечатление. За последние годы мир кино претерпел огромные изменения. С развитием технологий и меняющимися потребностями кинозрителей, киноиндустрия должна была адаптироваться, чтобы оставаться актуальной. Прошли те времена, когда простого сюжета и хорошей игры было достаточно, чтобы порадовать зрителей. Сегодняшние кинозрители требуют большего, и кинематографисты должны реагировать соответствующим образом. Одним из наиболее значительных изменений в потребностях кинозрителей стало появление иммерсивных впечатлений. Сегодняшние зрители хотят быть полностью поглощёнными сюжетом, который они смотрят. И кинематографисты ответили на это передовыми спецэффектами, трехмерными технологиями и экранами высокой чёткости. В результате получается более интенсивный и увлекательный кинематографический опыт, который позволяет зрителям почувствовать, что они являются частью действия. Ещё одним ключевым изменением в потребностях кинозрителей является стремление к разнообразному представлению. В прошлом Голливуд был известен своим отсутствием разнообразия, и в фильмах часто фигурировали главным образом белые мужчины. Сегодняшние зрители хотят видеть своё отражение на большом экране, и кинематографисты ответили более разнообразным актёрским составом и повествованием. Рост стриминг-сервисов также повлиял на потребности кинозрителей. Благодаря удобному просмотру по требованию, кинозрители ожидают больше возможностей и гибкости в своих кинематографических впечатлениях. Сервисы отреагировали созданием собственного контента и предложили более широкий выбор фильмов и сериалов, чем традиционные кинотеатры. Это создало больше возможностей для независимых кинематографистов и предоставило зрителям доступ к более широкому кругу историй. Наконец, социальные сети оказали значительное влияние на потребности кинозрителей. Они упростили сегодняшним зрителям возможность делиться своими мыслями и мнениями о фильмах. Это создало спрос на более социально и политически сознательные фильмы. Поскольку зрители хотят видеть истории, отражающие их ценности и убеждения. Кинематографисты, которые могут удовлетворить эти потребности, обязательно преуспеют в этой быстро развивающейся отрасли. Фильмы и сериалы способны перенести нас в волшебный мир любви и романтики, где все кажется идеальным и все живут долго и счастливо. Мы наблюдаем, как главные герои встречаются и влюбляются, преодолевая все препятствия, чтобы быть вместе. Мы болеем за них, плачем вместе с ними и смеемся вместе с ними. Правда в том, что фильмы и сериалы часто искажают наше понимание любви и отношений. Они создают нереалистичный образ того, как должна выглядеть любовь и что нужно для того, чтобы отношения заработали. Мы видим пары, которые никогда не ссорятся и кажутся во всем согласны друг с другом. Но в реальной жизни отношения намного сложнее. В фильмах и сериалах мы также видим идею о том, что любовь побеждает все. Что если два человека любят друг друга, все остальное не имеет значения. Но на самом деле одной любви недостаточно для поддержания отношений. Чтобы наладить отношения, требуется общение, компромисс и тяжелая работа. Мы редко видим эти элементы в фильмах. Еще одна проблема с тем, как любовь и отношения изображаются в фильмах и сериалах, заключается в том, что они часто продвигают идею того самого и единственного. Мысль о том, что для нас существует только один человек, и если мы его не найдем, мы никогда не будем по-настоящему счастливы. Это опасный миф, потому что он заставляет нас искать родственную душу и может привести к разочарованию и несчастью, если мы этого не сделаем. Кино также имеют тенденцию романтизировать нездоровое поведение в отношениях такое, как ревность и собственничество. Мы видим персонажей, которые чрезмерно ревнивы или властны, и изображаются страстно влюбленными. Это посылает сигнал о том, что такое поведение является нормальным и приемлемым в отношениях, что далеко от истины. Еще один способ, которым любовь изображается в фильмах и сериалах, это всепоглощающая страсть, которая захватывает жизнь персонажей. Мы видим персонажей, которые ради любви готовы пойти на все, в том числе пожертвовать собственным благополучием или нарушить закон. Хотя это может создать захватывающую сюжетную линию, это нездоровый подход к отношениям. Любовь в фильмах и сериалах часто изображается как магическая сила, способная преодолеть все препятствия и свести двух людей в идеальном романе. Мы видим истории любви, которые охватывают поколения, которые запрещены обществом или культурой и которые преодолевают невероятные трудности. Во многих романтических фильмах мы видим шаблонную сюжетную линию, в которой два главных героя встречаются и влюбляются, сталкиваются с конфликтом или проблемой, которая угрожает их отношениям, а затем в конечном итоге находят способ быть вместе. Эту сюжетную линию приятно смотреть, потому что она дает нам надежду на то, что настоящая любовь может победить все. Однако важно признать, что истории любви, которые мы видим на экране, часто являются преувеличенными или идеализированными версиями реальных отношений. В реальной жизни отношения включают в себя гораздо больше, чем просто любовь. Они требуют доверия, общения и компромисса, и они часто запутаны и сложны.